Здравствуйте, уважаемые зрители! В связи с подвым и вероломным нападением Российской Федерации на Украину, а также с повсеместным сопротивлением украинцев, которые с огромным рвением и даже с азартом жгут оккупанта и захватывают его технику, актуальным становится вопрос определения российских танков и другой бронетехники украинским населением, чтобы отличить украинскую бронетехнику от российской, чтобы не спутать со своими. Важно отметить, что после распада СССР в Украине и России осталось огромное количество танков. На вооружении стран оказалось сразу три вида основных боевых танков. ОБТ Это Харьковский Т-64, Нижнетагильский Т-72 и Ленинградский Кирыцкий Т-80. К ним стоит добавить и Харьковский дизельный Т-80УД. Ролик о том, как эти танки определить между собой и чем они отличаются, уже имеется на нашем канале. Ссылочка на него имеется в описании видео. А сейчас мы попытаемся определять модификации и модернизационные версии этих танков, которые в Украине и России сильно отличаются между собой. Для лучшего понимания дела предлагаю немного предысторий. После распада СССР Россия потеряла главный центр создания и разработки танков. Это Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова. А вместе с ним и возможности по созданию танков серии Т-64 и Т-80. Потому что для этого требовалось много украинских комплектующих. После этого Россия могла их только модернизировать. Поэтому в Российской Федерации были вынуждены сделать ставку на танках Т-72 и их версиях Т-90. В свою очередь в Украине было сделано ставку на Т-64 и Т-80УД. А в Т-72 не было необходимости, потому что это крайне ухудшенная версия танка Т-64, созданная для экспорта, принята на вооружение и начавшаяся выпускаться в 1972 году. А танку Т-72БУ образца 1989 года при принятии на вооружение уже российской армии было присвоено название Т-90. Изменение названия было связано просто-напросто с рыночным ходом для продвижения танка и его продаж за рубеж. Поэтому на самом деле не важно перед вами Т-72 или Т-90. Это фактически один и тот же танк Т-72. Обратите внимание на эти танки. Перед вами танки семейства Т-72 и Т-90 от Уралвагонзавода. Первое, что выдают эти танки, это очень крупные катки и внешние бронирования, обвесы. Все эти танки имеют одну и ту же верхнюю лобовую деталь танка, а также крупные модули для размещения динамической защиты, унаследованные от советского Т-72Б. Давайте взглянем поближе на верхнюю лобовую деталь Т-72Б3. Как видите, она довольно архаична и на ней сверху имеется куча болтов и крышек. Внутри устанавливается встроенная динамическая защита контакт или реликт. Если вы видите такую верхнюю деталь, то перед вами однозначно российский Т-72 или Т-90. Они отличаются наличием у Т-90 прожекторов комплекса оптико-электронного противодействия Штора. Вот эти два прожектора. Для их установки пришлось удалить модули динамической защиты рядом с маской орудия. Поэтому Т-90 по бокам на башне установлено по три модуля динамической защиты. Вот эти коробки. А у Т-72 их по четыре. В Т-72 при этом маска орудия лучше прикрыта, но очень часто модули отсутствуют и вовсе. Потому что они мешают залазить и вылазить в мехводу. Вот так часто выглядят эти Т-72. В любом случае, если вы видите танки вот с такими крупными модулями динамической защиты, то можете быть уверены, перед вами именно российский танк. Также на многих танках России установлено по бортам вот такие вот три металлических пластины. За ними с другой стороны установлены пластины динамической защиты контакт. Поэтому если на танке установлено три небольших квадратных пластины, это российский танк. Идем далее. Танков Т-90 у России немного. Всего до начала войны их было 500-550 штук. И тысячи Т-72. И вот танки Т-72 имеют вот такой вот щиток с прямоугольным окошком для прикрытия командира. Если вы видите такой защитный щиток, перед вами однозначно российский танк. Также отличительной чертой Т-72 и Т-90 является боковой выхлоп отработанных газов двигателя. У Т-64 и Т-80 выхлоп находится в корме танка. Поэтому если вы видите, что танк, который дымит как паровоз, и еще и на бок, то скорее всего перед вами именно российский танк. Теперь что касается ходовой части и катков. Важно отметить, что отличительной чертой или же визитной карточкой Т-64, Т-72 с Т-90 и Т-80 являются их катки. Перед вами ходовые части всех трех основных танков. Как видите, у Т-64 самые маленькие катки. У Т-80 они уже значительно крупнее. А у Т-72 и Т-90 они самые крупные. Мы уже говорили, что Россия использует в основном Т-72 и Т-90. Имеется значительная часть газотурбинных Т-80 с катками среднего размера. А Т-64 в России также имеются на хранении. Однако Россия почти не использует их, потому что у нее отсутствуют комплектующие и детали для их ремонта. Важно отметить, что в России есть некоторое число вот таких Т-80БВ на хранении, которые имеют навесную динамическую защиту. Это вот такие небольшие коробочки, в которых находится динамическая защита. Они устанавливаются поверх брони танка. Аналогичные танки Т-80БВ есть и в Украине. И отличить их уже гораздо сложнее. В первую очередь, это окраска танка. Если он однотонный и не имеет камуфляжа, это скорее всего российский танк. Вообще в России любят окрашивать танки в однотонный окрас. Просто зеленый или темно-зеленый. Или же темный с оттенком металла. В любом случае, это однотонный раскрас. А в Украине используется камуфляжный раскрас. Вот перед вами Т-80БВ, модернизированный. Также отличительной чертой танков может быть нанесение на танк отличительных знаков. В Украине это, к примеру, белые полоски. Они использовались начиная с войны на Донбассе, куда Россия послала много Т-64 с хранения. Они имели однотонный раскрас. И чтобы не путать со своими, украинские военные наносили на танки белые полоски. Аналогичная ситуация обстоит и с Т-64. Если вы видите танки с маленькими катками, то перед вами Т-64. И скорее всего, он украинский. А если имеет маскировочный камуфляж, раскрас, то это украинский. А если танк закрашен в однотонный цвет, то, возможно, это Т-64, который российские военные достали с хранения. Кроме этого, сейчас отличительной чертой российских танков является российская, как ее назвали многие, свастика. Это литеры В и З, кружочек и так далее. Латинские. Многие полагают, что эти литеры означают латинский Владимир Зеленский. В любом случае, российские танки по этой российской свастике уже можно легко определять. Важно отметить, что в Украине основным танком является Т-64 и главное Т-64БМ Булат. Вот как выглядит этот танк. Он имеет маленькие катки. Обратите внимание на защиту башни танка и его верхнюю лобовую деталь, ВЛД. Очень хорошее и плотное прикрытие модулями динамической защиты. Практически нигде нет щелей. А между башней и корпусом пространство прикрыто резиновыми или металлорезиновыми щитками пассивной защиты. А верхняя лобовая деталь сверху гладкая, из полосок. Практически отсутствуют какие-то там болты сверху и крышки. Это новая харьковская верхняя лобовая деталь. Если видите такой танк, перед вами украинский Т-64БМ Булат. В Булате также имеется 3-4 крупных модуля защиты значительной толщины по бортам. В них встроенная динамическая защита. Такие модули в основном используются в украинских танках. Также у Украины есть незначительное число Т-64Б1М. Их создавали для экспорта в африканские страны. Их отличительной чертой являются снова маленькие катки. И вот такая вот технологическая компоновка динамической защиты башней. В танке отсутствуют пассивные и резиновые щитки под башней. Но при этом имеется вот такая удлиненная башня. Это установленный в корме башней бункер для хранения особо взрывоопасных боеприпасов. Как например осколочно-фугасных. У России практически нет танков с такими бункерами. За исключением Т-90М. На нем мы коснемся позже. Поэтому если вы видите какой-то подобный танк и главное с маленькими катками. Это украинский танк. И раскрас снова камуфляжный. В общем если вы видите танк с маленькими катками. И он вам кажется современным. И имеет еще к тому же камуфляжный раскрас. То это украинский танк Т-64. А если однотонный и похож на древний. Это российский танк Т-64. И самое главное. Украинские танки практически всегда имеют модули динамической защиты по бортам танка. Это или вот такие модули. Или вот такие. Или вот такие. На фото четко видно. Что модули имеют большую толщину. Как правило все украинские модули довольно толстые. У российских танков в большинстве случаев динамической защиты по бортам фактически нет. Она отсутствует. Или имеется минимум. С вот таких вот трех маленьких и тонких квадратных пластин. В общем если вы видите что танк сильно прикрыт динамической защитой. Это скорее всего украинский танк. А если много щелей и много незащищенных мест. Это российский танк. Также в России имеются Т-80У и Т-80УД. Обратите внимание на верхнюю лобовую деталь этих танков. Она тоже очень архаична. И имеет много крышек сверху и болтов их крепления. Если вы видите такие танки. То скорее всего перед вами российский танк. Также он имеет средние по размеру катки. Они тоже крупные. Но немного меньше чем у Т-72. При этом эти танки могут иметь и по три крупных защитных щитка. Со встроенной динамической защитой по бортам танка. А кроме этого между корпусом и башней есть прикрытие металлорезиновыми щитками. Поэтому эти танки уже сильно схожи с украинскими булатами. Да и вообще с украинскими танками. Которые практически всегда имеют подобное бронирование и прикрытие. Поэтому отличить их можно по каткам или верхней лобовой детали как у булата. Более того. Такие же танки имелись и в Украине. Тем более что Т-80УД производился только в Украине. Но в Украине все эти танки модернизировали. И в украинских танках установили более новую верхнюю лобовую деталь. Вот как она выглядит. Это Т-84У Аплот. Четко видно, что есть щитки между башней и корпусом. Средние по размеру катки. Но при этом они имеют новую верхнюю лобовую деталь. Без лишних крышек и болтов. И при этом имеют камуфляжный раскрас. А кроме того. У Российской Федерации мало таких танков. Поэтому Россия может использовать уже рассмотренные нами Т-80БВ с навесной динамической защитой. Ну и наконец мы переходим к самым новым российским танкам. Т-72Б3 образца 2016 года Т-80БВМ и Т-90М. Т-72Б3 имеет все те же характеристики, что и Т-72Б и Т-90, рассмотренные нами ранее. Разница только в том, что закрыли полностью борта танка тоненькими пластинами с динамической защитой. При этом эти листы практически бесполезны против противотанкового оружия. Поэтому танки пришлось прикрывать вот такими вот мешками с песком. Это сильно отягощает танк. Но при этом он получает хоть какую-то защиту бортов. Также на танке установили решетку, прикрывающую мотор на трансмиссионное отделение танка. В целом это все тот же Т-72Б. Крупные модули динамической защиты на башне, крупные катки, тонкая бортовая защита и архаичная советская верхняя лобовая деталь с болтами и крышками. Теперь далее. В России решили модернизировать советские Т-80БВ и создали версию Т-80БВМ. Вот так выглядит этот танк. Как показывает фото, по-видимому в России скопировали украинскую верхнюю лобовую деталь. И теперь она тоже гладкая из полосок, под которыми находится встроенная динамическая защита. Сделали все как ранее в Украине. При этом танк имеет очень тонкие листы стали с динамической защитой по бортам. Крупные модули динамической защиты на башне. При этом лепестки или металлорезиновые крышки между башней и корпусом отсутствуют. Имеется решетка прикрытия моторно-трансмиссионного отделения танка. И что важно, на танке имеется уже рассмотренный нами ранее защитный щиток с прямоугольным окошком для защиты командира. И что важно, окрас тоже однотонный. Поэтому если вы видите такой танк, можете быть уверены, это российский Т-80БВМ. Хотя нужно быть аккуратным. Потому что такие танки уже в значительном количестве стали трофеями украинских военных. Теперь переходим к Т-90М. Верхняя лобовая деталь полностью скопирована с украинских танков. Вообще они схожи с Т-80БВМ. Это одна и та же российская модернизация под названием «Прорыв». В Т-90М тоже очень тонкие бортовые листы стали с динамической защитой. Тоже имеется решетчатое бронирование моторно-трансмиссионного отделения и башни танка в корме. У танка тоже отсутствуют щитки прикрытия танка между башней и корпусом. Бронемашина имеет самые крупные катки, ведь это Т-72 по факту. При этом этот танк имеет удлиненную башню в корме, где размещен бункер для боеприпасов, скопированный с украинского БМ-Оплот. Ну и конечно же, этот танк уже привычно для Российской Федерации и имеет однотонный окрас. Итак, уважаемые зрители, важно уточнить, что в Украине также используются танки Т-72, в частности Т-72АМТ. Вот как выглядит этот танк. Как видите, он имеет навесную защиту спереди танка. Имеет практически полностью прикрытые борта танка крупными защитными модулями со встроенной динамической защитой. Корма танка прикрыта решеткой. Корма башни танка тоже имеет крупное решетчатое бронирование. При этом между башней и танкой и корпусом танк хорошо прикрыт резинометаллическими щитками. Крупные катки и, что важно, камуфляжный окрас. Также в Украине используется много Т-72 различных модификаций, взятых с хранения. Как правило, они с навесной динамической защитой и окрашены в камуфляжный окрас. В целом, нужно сказать, что как Украина, так и Россия используют все три основные боевые танка Т-64, Т-72 и Т-80. Большая часть из них со складов хранения. Поэтому такие танки трудно отличить. И чаще всего они могут отличаться камуфляжным раскрасом. Потому что Украина, как правило, поставляет танки для армии после их ремонта и модернизации. А Российская Федерация сразу направляет танки с хранения в армию, в том виде, в котором они были. Или после незначительного ремонта. Поэтому в целом, украинские танки по виду более современные, чем российские. Украинские военные, как правило, используют чаще всего танки Т-64 с самыми маленькими катками. А российские с большими катками Т-72 и Т-90. Украинские танки используют новую верхнюю лобовую деталь, гладкую, без лишних болтов и крышек. А российские танки используют архаичные советские верхние лобовые детали танков с большим количеством крышек и болтов их крепления. Украинские танки имеют прикрытые башни дополнительными резиновыми или металлорезиновыми щитками, которые прикрывают пространство между башней и корпусом. У российских танков, как правило, такое защитное бронирование отсутствует. Украинские танки, как правило, хорошо и плотно прикрыты модулями динамической защиты. А российские танки имеют слабое прикрытие танка динамической защиты. Часто динамическая защита отсутствует вообще в передней части башни или по бортам. В украинских танках всегда присутствует толстое бронирование бортов танка с наличием динамической защиты. В российских танках часто бронирование бортов отсутствует вообще. А если и присутствует какое-то, то оно состоит из тонких пластин с динамической защитой. Характерной чертой большинства российских танков является вот такой вот щиток защиты командира с прямоугольным окошком. При этом все украинские танки, как правило, имеют камуфляжный окрас, в то время как российские танки имеют однотонный окрас. А кроме того, на большинстве российских танков, как правило, присутствует отличительная российская так называемая многими свастика, которая сразу дает понять, где российский танк. Также, уважаемые зрители, предлагаю вашему вниманию фото большинства украинских и российских танков. Просьба нажимать на паузы на нужных вам танках. Вот фото украинских танков, которые производятся серийно, модернизируются. Большинство из них это серийные модернизационные версии, которые поставлялись в украинскую армию. А вот и российские танки, которые больше всего используются российской армией. И еще важно учесть и тот факт, что трофеями украинских военных стало большое количество российских танков. Только за полтора месяца войны украинскими защитниками было захвачено более 200 танков оккупанта. Поэтому нужно обязательно обращать внимание, откуда танк едет, есть ли на нем какие-либо опознавательные знаки, какой характер его движения, и если это колонна техники, то какая техника в ней имеется. В общем все то, что может помочь быстро и точно определить, чей это танк или техника. На этом пока все. Ставьте лайк, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, где вас ждет еще много интересного видео. Всех вам благ и всего вам самого хорошего. До встречи с новыми видео. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok